Итак, из прошлых видео мы только что посмотрели на волновые свойства света и поняли, что свет ведет себя как волна. Но в начале века одна из проблем, с которой физики столкнулись, была проблема фотоэффекта. Сейчас примерно объясню ее. Значит, у вас есть кусок металла. В нем есть электроны, которые из этого металла можно выбить с помощью света. Вы берете источник света, светите на металл, и из него выбиваются электроны. Электроны такие вылетают из него. Сейчас мы не будем рассматривать всю установку, как именно проверялось это, как ток начинает течь или не начинает течь. Просто главная идея. Свет выбивает из металла электроны. Но вот два интересных наблюдения, с которыми столкнулись физики. Значит, первое. У фотоэффекта есть граница. То есть, вы можете взять свет разной частоты. Там, синий – самая большая частота, зеленый – чуть меньше частота, и желтый – еще меньше частота. Да, и когда вы светите на металл, синий свет способен выбить электроны из металла. Зеленый свет способен выбить электроны из металла. Но есть определенная частота, после которой свет не может выбить электроны из металла. И какой бы сильный свет ни был, то есть, желтый свет вы можете вкручить в желтую лампочку очень большой силой. То есть, этого желтого света будет огромная куча идти, огромная куча волн света. Но они не выбьют электроны из металла. И это проблема для волновой картины света, потому что, с точки зрения волновой картины, да, представьте себе море, да, пусть волны моря набегают на берег не так часто, но, ой, да, не так часто, но если волн огромная куча, да, они идут очень много, очень большим широким потоком, да, то есть, эти волны все равно большие, хоть и не такие частые, получается, что идея была бы такая, что электроны должны были бы вылетать при любой частоте света. А здесь они не вылетают, вылетают только начиная с определенной частоты света, да. Второе, что увидели ученые, это то, что количество электронов, вот количество электронов, которое вылетает, да, например, в случае синего света или зеленого света, зависит как раз от амплитуды света, то есть, от силы света, от того, какую лампочку вы вкручиваете. Вкручиваете большую лампочку, вылетает больше электронов. Вкручиваете меньшую лампочку, вылетает меньше электронов, да, вот, значит. Зеленый свет, такая лампочка, вылетает много электронов, ну, например, там, два электронов, один электрон. А зеленый свет, больше амплитуды, я рисую амплитуду, видите, частота одна и та же, а амплитуда, значит, сильнее свет, сильнее лампочка, начинает вылетать больше электронов. То же самое с синим. Значит, при слабом синем свете вылетает определенное количество электронов. При сильном синем свете начинает вылетать больше электронов. Но что еще интересно, что энергия одного электрона, каждого отдельного электрона, разная в двух этих случаях. В случае с синим светом энергия больше, энергия синего больше, чем энергия зеленого электрона. Электрон цвет не меняет, но энергия электрона, который вылетел из-за зеленого света. Эти две проблемы, с которыми физики столкнулись. С одной стороны, граница этого фотоэффекта и то, что энергия электронов зависит от частоты света. А второе, что от амплитуды света зависит количество электронов, которые вылетят. Мы знаем, что энергия света тоже зависит от частоты света. То есть, чем больше частота света, чем он более частый. Не от амплитуды, а от частоты. Тем более энергичный этот свет. Энергия больше, чем, например, энергия синего, больше, чем энергия зеленого. То есть, как-то связано здесь все с энергией. Но кажется такая проблема, что как будто бы странным образом свет не ведет себя больше как волна, а ведет себя как-то по-странному. И для этого придумали объяснение. Корпускулярную теорию света, о которой мы поговорим чуть попозже. Продолжение следует... Продолжение следует...